Министерство обороны присоединилось к одной из самых праздничных акций в канун Нового года. «Елка желаний» проходит по инициативе президента. Третий год праздничную ель установили в здании на Фрунзенской набережной. На записках видеоукрашения «Заветные мечты детей» одну из таких открыток первым снял министр обороны Сергей Шаев. Самую красивую надо выбрать. Благотворительный проект проходит во всех военных округах, флотах, соединениях. Желание первоклассника из Воронежской области исполнили на полигоне Алабина. Там побывала Диана Сирази. Егор Фоменко только приехал с мамой из Воронежа. Из поезда сразу на танк. Вот-вот сбудется его заветная мечта – покататься на Т-90. Об этом мальчик написал президенту на елку желаний. Ответила Минобороны. Западный военный округ. И вот он уже на полигоне Алабина. Сидит на месте командира экипажа. В окружении фотографов и телекамер. Не каждый день увидишь, как сбываются такие желания. Ты счастлив, Егорка? Да. Очень сильно. Егору Сеймун учится в первом классе. Любимое занятие – рисовать и играть в танки. Он живет с родителями и младшей сестрой в обычной девятиэтажке города Россош. И теперь о нем знает вся округа. Да что округа – вся страна. Специально для Егора в военном ателье сшили теплый комплект костюма. Перед поездкой примерка, шлемофон, ватная куртка и ботинки. Вот теперь он готов стать командиром. Уже на полигоне Егор раскрывает секрет. Выбрал танк Т-90 не случайно. Т-90 – он же самый сильный танк в мире. Пока Егор раздает интервью, его мама рассказывает, как появилась идея написать письмо. Он сам писал? Сам придумал письмо? Придумывал сам, да, все мысли были его. Единственное, он меня просил поправлять немножко, чтобы без ошибок было. Как раз под Новый год чудеса, видимо, случаются все-таки. И вот последние секунды перед чудом. Инструктаж от военных. Егор захотел поехать с открытым люком. Теперь главное – крепко держаться. Вот здесь возьмите левой рукой. Вот здесь. Не, так не надо. Все вот так и поедешь, понял? Танк проходит круг в 4 километра. Осторожно, на минимальной скорости, чтобы мальчик не испугался. На этом знаменитом полигоне Алабина вот уже 8 лет проходят самые зрелищные конкурсы – танковый биатлон. Но сегодня боевые машины уйдут вперед. Только ради исполнения детской мечты. Погода по-военному суровая. Минус 18. На полигоне ощущаются, как все минус 30. Но Егор бесстрашно подставляет лицо пронизывающему ветру. Я теперь стану настоящим военным. Ты не боялся, когда сидел на танке? Нет. Что чувствовал? Только ноги заморозились. Ноги заморозились? Да. Ну сейчас греться побежишь. А теперь Егор ждут в теплом шатре. Солдатская гречка и откровение генерала-лейтенанта. Командующий танковой армией Сергей Кисель лично сидел за штурбалом. Мечты детей не всегда сбываются. Я тоже в детстве мечтал танкистом быть. И вот сейчас стал командующим армией. Возьмете его в свою армию? Так он получается сейчас за механикой был. Он мной командовал получается. Сюрприз специально от нашего канала преподносит Ирина Лосик. Телеведущая дарит новогодний подарок и главная книгу о своем дедушке, герое Советского Союза. Ведущая, как никто другой, понимает мечты мальчика. Олег Лосик, маршал бронетанковых войск, воевал на Сталинградском, Донском, Западном и Третьем Белорусском фронтах. Ты обязательно ее прочитай. Тут огромное количество всяких разных танковых операций времен Великой Отечественной. Елка желаний появилась три года назад. За это время она сделала счастливее более 20 тысяч детей. Эту акцию запустил президент. Детям чудо особенно необходимо. У многих, кто делится своими желаниями, проблемы со здоровьем. У других нет семьи, но есть мечты, которые должны сбываться. Диана Сиразия, Андрей Подгорнов, Телеканал «Звезда». Диана Сиразия, Андрей Подгород, Телеканал «Звезда». Продолжение следует...